Для того, чтобы достичь феноменальных результатов в одной области, вы должны пожертвовать другими. Ты чего не женишься? Надо сначала встать на ноги. Чего ж ты не встаешь? Он не умеет управлять другими людьми. Нет никакого опыта. Ну-ка, что, физруком в школу. Потом, когда они умирают, они думают, елки-палки, а ведь я знал, чего я хотел. Я ведь знал, но почему-то я побоялся это сформулировать. Прошел примерно год с момента нашей последней встречи с Радиславом. Представлять вам его не буду, все уже давно его знаете. Ни в коем случае не надо, да? Да, Радислав вместе с нами. У вас, кстати, сейчас книга вышла, я смотрел по твиттеру в Лондоне на английском языке. Да, книга, которая давно известна на российском рынке, сейчас она вышла. А почему именно с темы Камасутра для оратора подошли, а не с темой лидерства вашей основной? Этой темой заинтересовались издатели. Дело в том, что книга Камасутра для оратора вышла 11 лет назад в России, и она заняла первую строчку по продажам, и она в течение 10 лет остается самой продаваемой на русском языке книгой по публичным выступлениям. Сколько бы за это время не написали книг, сколько бы не перевели иностранных авторов, Камасутра для оратора самая продаваемая. И когда у меня в Лондоне были переговоры с издателем, они заинтересовались именно этой книгой. Я настаивал на книге по лидерству, а они выбрали именно публичную студию, именно Камасутру. Это было так странно для меня, потому что Великобритания, это чуть ли не родина современного ораторского искусства, Гайдпарк, Парламент и так далее, Биллио Провах и прочее. И тем не менее, они издали книгу иностранного автора, это удивительно. Книга уже есть на Амазоне, ее можно приобрести в электронном виде, в бумажном виде. В бумажном виде ее можно будет приобрести с 20 марта. 20 марта у меня в Лондоне презентация книги. Осваиваете новый рынок, правильно я думаю? Ну, в каком-то смысле, да. Своевразный стартап. У вас сейчас успех по вашей стратегии, это как бы не количество денег в кармане, а вот благосостояние всех четырех сфер жизни, да? Деньги, здоровье, семья, статус, если я не ошибаюсь. Деньги, энергия, статус и время. Для человека, который вот идет по этой стратегии, ему нужно что, качать все эти стороны одновременно или, к примеру, сначала добиться финансовое состояние? Сначала статус и деньги. Статус – это не только положение в обществе, это еще и опыт, это умение обеспечивать свои потребности, это самостоятельность, независимость. Это статус. Самый высокий статус – это независимость. Можно иметь много денег, но быть зависимым человеком. Что стоят ваши деньги, да? Ничего. Ничего не стоит. Можно не иметь денег, но быть независимым, но это тоже не во всей полноте можно жить, да? Наслаждаться жизнью очень трудно. Ну, я независим, но ветер в кармане, рок-звезда, да? Это такое студенческое представление, а счастье, оно не долговечное. Вы на первом этапе затрачиваете кучу времени, кучу энергии. Вы не можете их аккумулировать, потому что тогда вы не заработаете денег, не приобретете статус. Статус – время, а потом нужно поймать момент, нужно держать это в фокусе внимания. Нельзя сосредотачивать все жизненные интересы на том, чтобы собирать деньги и там бесконечный рост статуса. Вы должны выйти на такое платон, чтобы у вас было достаточно денег, чтобы позволить себе свободное время. Чтобы у вас было достаточно статуса, чтобы позволить себе сэкономить энергию или заниматься чем-то таким, что возвращает энергию. Путешествие на яхте, подъем на Эверест, время с детьми, чтение книг, шашлыки с друзьями – все это возвращает энергию. Вы потом, вы ожиданием этого живете полгода, потом полгода живете воспоминаниями об этом. Но если вы работаете вот так 7 дней в неделю, 24 на 7, у вас нет возможности получать источники энергии, кроме как содержащиеся внутри работы. Если вы паритесь с деньгами безостановочно, вы не можете жить энергетически профицитно, потому что чудовищно энергетически обескровливают, изматывают размышления, где добыть денег. Вот такая стратегия. У меня есть тренд «Профессиональный личный успех, скрипты и алгоритмы». Там прямо простроено. Вот стратегия жизни простроена по этапам. А в каком этапе должна вписываться? Мое убеждение такое. Нужно, совершенно правы, которые люди говорят, нужно встать на ноги и потом заводить семью. Потому что если ты не встал на ноги, ты завел семью, ты еще нагрузил себя ответственностью за других людей. И, допустим, я себе сам хозяин. Если у меня стартап пошел, и он должен выстрелить, и если я буду работать 8 часов в неделю, 8 на 5, суббота, воскресенье буду гулять с друзьями и так далее, стартап выстрелит у меня через 2,5 года. Но шанс будет упущен. Но если я сейчас впрягусь, буду работать без выходных-проходных, без отпуска по 12-14 часов, блин, я через год выйду на такой уровень, что мне можно будет дальше делегировать, просто передавать или продавать франшизу и так далее. Да, он выстрелит через год. Но если у меня семья, дети, как я могу, выходные меня нет, семья без меня, я приехал измочаленный, лег спать, не почистив зубов, потому что еле ноги приволох. Семья скажет, афонарел что ли? Ну ты нафига женился? Год мы тебя не видим. А ну-ка бегом проводи время с детьми. А ну-ка бегом, давай ужинай при свечах с тобой с бутылкой вина и так далее. И вы начинаете, у вас вас разрывает два противоположных интереса. И тогда ваш стартап размазывается тонким слоем на бесконечное количество лет. И семья полком. Но дело другое, что люди, которые говорят, нужно сначала встать на ноги, потом жениться, на самом деле не женятся и да и на ноги не становятся. Они так и валяются на диване. Ты чего не женишься? Надо сначала встать на ноги. Чего ж не встаешь? Каждый играет для себя. Я вот фильм смотрел «Лимьена Шазели. Одержимость». Есть такое. Про барабанщика, очень мне понравилось. Да, Оскара получил 13-го года. Да, да, да. И вот там как раз эта идея очень хорошо прослеживается, как бы в противовес тому успеху, что можно стать лучшим, распределять свои ресурсы по всем четырем странам, но чтобы стать великим, ты должен быть одержимым этим своим делом. Это правда. Для того, чтобы достичь феноменальных результатов в одной области, вы должны пожертвовать другими. В спорте приходится жертвовать здоровьем. Как ни парадоксально, современный спорт в жертву берет здоровье спортсмена. Это и что греха третить? И допинги, и всевозможные добавки пищевые, без ограничений, какие-то интенсивные витаминизации, образ жизни, сборы изнурительные, вообще работа и жизнь за гранью. Травмы бесконечные. Люди заканчивают карьеру. У них ни менисков в ногах нет. Там диск, там шуруп в теле и так далее, и так далее. Здоровье. Личная жизнь, которую невозможно устроить, потому что ты все время на сборах, все время на соревнованиях, все время, ну и так далее, и так далее. Очень сложно сказать. Отсутствие образования. Человек заканчивает спортивную карьеру в 25-27 лет, ничего не умеет. Он умеет только бегать, прыгать и скатать. А вот он не умеет говорить со сцены. Он не умеет считать деньги. Он не умеет управлять другими людьми. Нет никакого опыта. Ну, что, физруком в школу или тренером на маленькую зарплатку куда-нибудь. Или охранником. Но, с другой стороны, если он достиг каких-то великих результатов, то он не успешен в этом? В одном, да. Но я говорю, нельзя сводить жизнь к одному успеху в одной области. Это путь к успеху ценой счастья. Потому что счастье в балансе. Никогда выдающиеся успехи сами по себе в одной области не приводили человека к счастью. А скорее, смотрите, сплошь и рядом. Звезда застрелился. Бизнесмен выбросился из окна. На пике успеха. В чем дело? Чего им не хватало? У одного слава, это статус, да? У другого деньги. А где все остальное? Где любовь? Где счастье? Где дружба? Один так заработал денег, что со всеми друзьями раздружился. А новый круг общения не создал. Живет, выйди. Бабок полно. Сидит в своем пентхаусе один. И на день рождения некого позвать. Если кругом кто-то ошивается, то какие-то сволочи, которые на его деньги претендуют, так или иначе. Ну, неохота ему их за столом своим мурлой это видеть. И вот человек живет, денег полно, думал, буду богат. У меня будет там общение, люди вокруг меня, девушки. А он сидит один. Потому что те, кого он хочет, не хотят его. Те, кто хочет его, те ему не интересны. Рок-звезда. Все, диски, альбомы продаются, бестселлеры, то-се. Ну, та же история. Буквально пару дней назад наткнулся на такую статью. В американском фосписе одна медсестра провела такое исследование. Она записывала последние слова своих людей, которые уходили на нее на глазах. О чем чаще всего сожалеют люди. О том, что мало времени проводили с близкими, да? Нет, я запомнил другое. Потому что у них на первом месте стоит до зубокрашения. Им жаль, что им хватило смелости и сил прожить жизнь так, как они хотели того на самом деле. Вот что никак хотели, а там родители, друзья, государство, время, обстоятельства какие-то. Они жили своей жизнью. Вот если это не случайность, то как, почему происходит так? Неверная жизненная ориентира, неправильная цель. Неправильно сформулированная цель или отсутствие четко сформулированной цели. То есть вопрос именно в целополагании, в том, чтобы ставить цель? Несомненно. Люди боятся ставить цель. Поставлю цель, не достигну, будет жалко и обидно. А потом, когда они умирают, они думают, елки-палки, а ведь я знал, чего я хотел. Я ведь знал, но почему-то я побоялся это сформулировать. А это страшно, он сам. Да, а там, оно страшно чем? Неотвратимостью. Да. Если пока ты живешь, еще впереди много лет, все можно исправить. Но когда перед тобой врата ада или рая открыты, и жизнь на этом кончается, и шансов что-то изменить нет, это очень больно. Поэтому я и провожу мои тренинги, чтобы люди успели сделать то, что они хотят, пока у них есть возможность. Здорово, хорошие друзья. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь. Так, нет, давайте так. Все должно иметь ценность. Ставьте лайк на этом видео. Если это видео соберет, давайте, тысячу лайков. Мы с Радиславом запишем новое видео. Возможно, через год, возможно, раньше. А если не соберет, не запишем. Запишем. А все равно запишем. Если видео соберет 10 тысяч лайков, я буду читать стихи Пушкина «В трусах, стоя на столе». Сейчас 10 тысяч вам за сутки набьется. Среди Москвы. Среди Москвы, да. В роте. Да. Да, все, договорились. Все. Спасибо, Радислав. Спасибо. Время уделено. Спасибо.